Сотни керчан, сотни судеб, но все как одна связаны с городом. И даже если не керченская земля была родной для этих людей, все равно с ней связана их жизнь. Кто за нее воевал, кто восстанавливал, отдавал свои силы для ее процветания, вкладывал свою энергию в ее развитие, растил тут детей, воспитывал внуков. Приветствуя керчан по случаю Международного дня пожилого человека и Дня ветерана Украины, мэр города выразил восхищение этими людьми. Вам выпало жить тяжелое время. Вы прошли испытания войной, лишения и невзгоды послевоенных лет. Из руин восстанавливали страну, поднимали народное хозяйство. Вам пришлось принять развал одной страны и рождение новой. Таких испытаний хватит на несколько жизней. Город не может не быть благодарным. Все доброе должно возвращаться к человеку, как бы не тяжелы были современные реалии. Все ваши просьбы и замечания для меня всегда первостепенные. Каждому я стараюсь ответить и по возможности решить вашу проблему. Более того, ваши мысли и чаяния ложатся в основу новых государственных проектов. Я очень хочу, чтобы кирчанам жилось хорошо, и они с гордостью говорили о своем городе. Дорогие наши отцы и матери, еще раз сердечно поздравляю вас с праздником. Спасибо за вашу любовь к городу, за патриотизм, щедрость души, неиссякаемое жизнелюбие. От всего сердца я желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, благополучия. Пусть любовь и забота ваших близких окружают вас ежедневно и ежечасно. Поздравив кирчан, мэр города наградил почетными грамотами, благодарностями активистов ветеранского движения, ветеранов труда, всех, кто своими руками делал город лучше и работал ради его процветания, тех, кто не остается равнодушным до сих пор. На празднике звучало много поздравлений. От ветеранов, самых юных кирчан, творческих коллективов, поздравлений и добрых слов. Не обняли своих матерей.